Продолжение следует... Принцип такой, пакта, сумт, серванта. Я призываю вас запомнить эту фразу, она ключевая. В международном праве одна из ключевых. Пакта. Давайте попробуем перевести. Ну пакта. Знакомое слово пакта? Под договорами. Пакт это договор с латинством. Сумт это должно. Серванта соблюдаться. Договоры должны соблюдаться. Пакта, сумт, серванта. Если вы заключили договор, этот договор вы должны соблюдать условие этого договора. Пакта, сумт, серванта. Серванта. Серванта ДА. Это Д. Серванта. Например, дети играют и придумали игру, придумали правила. И вдруг один ребенок начал вообще безобразничать и вне этих правил играть. Ему все остальные говорят. Пакта, сумт, серванта. Раз мы договорились соблюдать эти правила, все будем соблюдать. Кто не соблюдает, того будем наказывать. Считается, что, я читал некоторых авторов, международников, считают это ключевой принцип международного права. Международное право существует только тогда, когда действует принцип акта, сумт, серванта. Если международное право не соблюдают, его нет. Оно появляется только тогда, когда его свято и руководствуются. Что противоречит этому принципу? Суверенного равенства государства. Он из двух частей как бы состоит. Суверенного равенства. Да, противоречит. Они антиномичны. Наверное, противоречи не совсем точные. Антиномичны. Противостоятны. Суверенное равенство государства. Автор отмечает, что здесь зашифровано два принципа действительно. И суверенное равенство. Это два разных слова. Я противопоставил суверенности. Пактус унсерванта суверенности. И здесь мне необходимо вас ввести в теорию Карла Шмидта. Карл Шмидт это юрист. Он успел поработать при фашистской Германии. И потому не очень распространил буквы его идеи. Но сейчас они опять набирают популярность, потому что он достаточно хорошо описал что-то изменили. У Карла Шмидта есть теория чрезвычайного положения. Вот представьте себе. Дети делают правила игры. Дети находятся вне этих правил или внутри этих правил? Идея Шмидта такая, чтобы создать правила, надо за них выйти. Только выйти за правил, их можно подкорректировать, устраивать, а потом опять к ним зайти. Национальное право в России, это право России. И все должны им руководствоваться. Но чтобы поменять эти правила, что необходимо сделать? Выйти за рамки. Государство это называется суверенитет. Суверенитет, когда государство по Шмидту может выйти за эти рамки, быть вне этих правил, поменять что-то и опять в них зайти. Так вот, в данном случае, когда заключают договор, это нарушение принципа суверенитета. Государству говорят, если ты подписал, ты менять не можешь. Государство говорят, как? А я дома так делал, всегда, вот принял уголовную бодрость. А потом раз опять вышел, опять поменял, зашел, говорит, нет, не так, опять поменял, опять зашел. То есть мы так всегда делаем, а международное право говорит, раз подписали, все, выполняй беспрекословно. Вот здесь противоречие пакта сунг-серванта и суверенитета. Если вы суверен, абсолютно суверен, на вас эти правила не действуют. Вы можете соблюдать, а не хотите, можете не соблюдать. Кстати, с родителями очень, если вы будете родителями, очень удобно. Дети, можно детям постоянно менять правила. Просто они плакают, плачут часто за это. Думаю, а я так сказал, а теперь я сказал, ну, вот так. А я теперь слово свое задал. Я слово дал, я и забрал. А, что ты мне сделаешь? Ну, ничего, я пошел в угол. То есть очень удобно. В тяжеломном праве так нельзя, потому что пакта сунг-серванта. Дал слово, держи. И второе, это равенство. По равенству я отдельно хочу проговорить о принципе равенства. Равенство кого? Со средневекой в международном правиле есть следующее такое высказывание. Равный над равным права не имеет. Равный над равным права не имеет. Есть одно государство, есть другое государство. Они права друг над другом не имеют. Они объединены общим правом, но одно не имеет права не выше, чем другое. Они равны. Швейцария, Китай одинаковы. Россия, Буркинав-Ассо, одинаковы. Это суверенное равенство. Но когда в устав ООН вводили этот принцип, лукавили. Вот часто сейчас здесь много ошибок из-за этого. Дело в том, что когда в 45-м году вводили принцип равенства, государства были не равны. Кто может сказать, какие государства были более равны, чем другие? Ну, там объединим Америку и Англию. Были две силы, которые взяли на себя ответственность за весь мир. Как это проявляется? Есть в УОН, есть такая организация, Совет Безопасности. И там есть постоянные члены, постоянные члены Совета Безопасности. Пятерка. Это те, которые не равны другим. Тогда это предполагалось, что они будут ответственны. Сейчас, когда одно из этих точек силы потеряло свою силу, мир стал не биполярным, а полиполярным. Стало много центров силы, огромное количество. И потому принцип равенства актуализировался. Например, сейчас, насколько я понимаю, Украина вышла с предложением Совета Безопасности ликвидировать вот это преимущество, чтобы все были действительно равны. Говорят так, да, раньше СССР был гарант мира и стабильности. Сейчас этих двух точек нет. Есть поле, и значит, нам надо убрать из международных договоров все, что касается противоречия вот этому принципу равенства. То есть сегодня мы только подходим к этому принципу. Но это вообще бредово звучит с точки зрения модерна. Представьте себе, разве может студент быть равенства и преподаватель? Не может. Вот поэтому идеи может. Например, некоторые семинарские занятия будут проводить и не будет. Ну а потому что студент это такой же субъект, как и я. Потому что если я субъектовый объект, то мне неинтересно. Ну с объектом еще не очень интересно. А с субъектом неинтересно. Но это модерн. А постмодерн, это когда все субъекты, когда все равны. Тогда нет ответственности, нет точек силы. Не надо себе союзников субъектов. Так каждый имеет право на что. Какие отрасли здесь есть? Пакта сунь-серванда это отрасль международного права с этим работой. Не знаю. Договорное право. Или право международных договоров. Там пакта сунь-серванда это основной его принцип. Право международных договоров. И второе, это суверенное равенство. Что у нас, какой принцип? Какая вот подходит к суверенному правенству? Наверное, государство. Есть такой субъект международного права, как государство. Это насилие НАТО. Там мы с вами будем разбираться, какие у государства есть суверенные права. Что это за суверенное государство? Пожалуйста, кто может, предположить, сейчас прикрепить к кейсу какому-нибудь? Когда возникло в России противоречие между пактой сунь-серванда и суверенное равенство? Хорошо. Такой пример. Россия совместно с Великобританией, Америкой и Украиной подписала соглашение по декларацию о том, что Украина передает ядерное оружие России, а за это Россия гарантирует территориальную целостность Украине. После того, как произошло крымские события, был нарушен пакт сунь-серванда? Россия говорит, вообще-то мое суверенное право. Если мой народ хочет ко мне, я могу за эти правила выйти. Ну что? Тогда была одна ситуация, а теперь мой народ хочет воссоединиться с собой. Произошло... Наше суверенное право расширится за счет Крыма. Есть противоречия? Есть противоречия. Как его разрешить? Я думаю, так. Разрешается то же самое, что и вот здесь. Они, кстати, очень похожи. Необходимы специальные процедуры. Специальные процедуры, если, например, денонсации договора. Необходимо было денонсировать договор, вернуть Украине ядерное оружие и потом попытаться взять Крым. Вот тогда было бы по процедурам. А если нет процедур, международное право говорит, знаете, тогда был нарушен принцип акт сунь-серванда, потому что договор не был выполнен, не был изболкан. Для этого, чтобы его нарушить, необходимы специальные юридические процедуры. Называется денонсация. Все по поводу этой связки. Пожалуйста, какие есть вопросы? Подъявите, пожалуйста, руку тот, кто хотя бы один раз в своей жизни не выполнил то, что он обещал. Кому? Представляете. Хоть кому? Хоть Богу. А подъявите, тогда подъявите руку, кто фиксировал не разу в своей жизни случай, чтобы он нарушил договор. Обещание. То есть все нарушают. Или, ну, я не вижу. Вот видите, проблем не только международного права, а то, что действительно правила нарушаются. Но это основа. Я думаю, юрист это тот, кто все-таки соблюдает то, что он говорит. Для него это ценность. Какая пакта сун серванда ценность? Кто может предположить? Какая здесь ценность? Договоры должны соблюдаться. Кто укажет на ценность? Кто видит ценность? Взял слово, держи. Определенность. Ну, я бы, знаете... Постоянство. Постоянство. Да, все по-говорю. Ну, я, знаете, в современном языке такое популярное слово стабильность. Я бы так вот... Когда, например, ты берешь территорию другого государства без согласия, это нарушает стабильность или нет? Нарушает стабильность. А суверенитет какая ценность? Суверенитет, это значит... Я могу делать то, что мне... Ну, прокладывайте, теория парламентизма. То, что мне выгодно в данном. Ну, кажется, опять же... Да, опять же... Свобода. Что-то у нас тут на свободу. Власть самостоятельно. Власть, свобода, да. Кстати, очень коррелирующееся понятие. Власть не может быть без свободы, а свобода без нас. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...